Четвертый. Христианский ЗОЖ, важность тела, пост, молитва. 1 Коринфянам 6.15.20, 9.24.27, 1 Фессалоникийцам 4.35. Бог показывает, что в это время предельно важно иметь ответственность за содержание своего храма Духа Святого в состоянии максимального здоровья. Без этого, учитывая весь спектр войны бесовских сил против нашего здоровья, практически никому невозможно будет выполнить свое призвание и в большинстве случаев вообще служить. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. 1 Коринфянам 3.16.17. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваших жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12.1.2. Господь мне в этом подчеркнул три момента. 1. Важность здравого и практичного учения по этим вопросам через духовную сферу воздействия, молитвы, исцеления, созу, провозглашения и так далее, духовная война, праведность и все остальные библейские принципы, включая даже почитание родителей. 2. ЗОЖ с учетом разволочения ложного ЗОЖ, в котором организации, озабоченные задачами сокращения населения незаметными методами, наподобие ВОЗ, курируемый королем масонов-сатанистов Рокфиллером и тому подобное. 3. Замечу, ко всем моим подобным утверждениям есть масса взаимодоказывающих документов, с которыми легко ознакомиться, и этого не видит только страус, который просто не хочет этого видеть. 4. Здравые, эффективные и неоккультные практики натуропатии и природной медицины, закалка, здоровье-ориентированный спорт, чистки, правильное пропитывание и так далее и тому подобное. 5. Особое место во всем этом занимает объединение двух доселе разъединенных сфер. Важность этого показана мне Богом четко. Посты, молитва и разумные принципы оздоровительных диет и голоданий. 6. Не спешите фыркать. Бог показал, что сейчас в большинстве случаев люди не умеют поститься, не нанося вред своему здоровью, а это не угодно Богу. 1 Коринфянам 3.16.17 И естественно, в его глазах желательно, чтобы мы смогли через пост еще и улучшить наше здоровье. Главное при этом сохранить приоритетный фактор именно поста, молитвы и правильной пропитки. И в этом принципе заключена не только возрастающая польза нашему здоровью, но и доселе сокрытая, почти бесконечная в своем потенциале духовная польза. Имея начаток Духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Римлянам 8.23 Ибо вы куплены дорогою цену, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. 1 Коринфянам 6.20 Дело, душа и дух объединены не случайно. И в храме Духа Святого должно происходить священное действие прославления Его. Эта тема уже граничит с темой подготовки невесты и тому подобное. Но здесь объяснять это откровение нет времени. Опять же, я постараюсь осветить все это подробнее на канале и в будущих книгах. Хотя сейчас мы еще немного затронем этот вопрос с другой стороны. 2 Коринфянам 6.20